Обещал показать по яйцу, вот смотрите, там у меня еще 4 гаврика сохнут, и вот смотрите, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 яиц неоплода. Абсолютно интактные яйца, посмотрел их, действительно неоплод получается, не проклёва, ничего, болтуны. Сразу берете вот эти, болтуны, 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 болтуны. Эти досыхают у меня и скоро пойдут в брудер, и все, и вот мой финиш и итог по инкубированию цесарки. Хотелось бы получше, но раннее яйцо, наверное, так можно это все оформить. И стартует новый проект. Как бы долго не думая, взял бройлерное яйцо, КОП-500, хорошее чешское яйцо. Вот оно получается по марке. Вот, надеюсь, что он здесь уже будет поудачнее. Все-таки в прошлом году я брал, мне очень понравилось, там почти 98% выхода было, прям очень понравилось. Вот посмотрим, что получится в этом году с бройлером. Уже подготовлю оглевую инкубатор. Сейчас буду это все укладывать, заливать воду, выставлять режимы. Вот. Ну и думаю, что через 21 день у нас появятся птенцы. Будет уже весело. Надеюсь, что по погоде будет гораздо лучше. Не придется ничего греть сильно активно. Вот. И будет еще и экономия по электроэнергии. Вот. Ну, мы всегда, как говорят, рассчитываем на самое худшее, но надеемся на самое лучшее. Поэтому вот так вот. То есть, будь готов всегда, но верь в хорошее. Вот. Вот так вот. У меня два инкубатора. Этот инкубатор сейчас пойдет на бройлера. Этот инкубатор, вот он уже отработал свое, раз, будет готовиться и пойдет на несушку. На несушку. У меня хайсекс. Есть уайт и хайсекс браун. Так что вот красный и белый будут красный, да, коричневый. Поэтому вот, в принципе, опять новый проект, опять новые идеи, надежды. Вот. Будем стараться. Будем стараться, потому что желающих уже несколько уже изъявили, уже ждут. Знакомые, которые уже в прошлом году у нас брали, в этом году хотят. Поэтому вот. Ну и нам свое мяско нужно. Это тоже немаловажно. Покупать все это магазинное, ну, не знаю. Я как-то вот не сильно, говорю, огромным желанием. Поэтому будем инкубировать, будем выращивать самостоятельно. Вот. Многие пишут, зачем тебе надо. Занимаешься кроликом. Лезешь еще и в птицу. Ребята, делаю все, что могу, потому что если где-то в одном чего-то не везет, во втором. Вот. И вот этот баланс, он позволяет оставаться на плаву и максимально как бы и не расстраиваться, и максимально тоже выгоду получать. А самое главное, то, что это не так бьет по тому же моральному состоянию. Потому что если где-то что-то не получилось, в другом где-то что-то получается, и это радует. И вот этот баланс, он позволяет как бы немножко дальше заниматься всем этим. Тут у меня как было все сложено, сейчас будем разбирать, сейчас быстренько все установим, зальем водичку и включим, пойдет режим работы. Вот. Вот такой первый опыт. Первый бройлер вышел, теперь цесарка и теперь опять бройлер. Посмотрим, сколько мы за этот год успеем проинкубировать яйца. Я, надеюсь, уже на следующий год у нас очень много яйца будет, своего яйца. Поэтому я очень надеюсь, верю в это. Думаю, что все должно быть хорошо. Огромное спасибо всем тем, кто смотрит. Поставьте лайк. Встретимся в следующем ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok